привет я игорь бурцев делают для вас канал на youtube он так и называется игорь бурцев там тест-драйвы сегодня смотрите кого я вам привел это новый совершенно уникальный шведский гаджет на колесах вот видите да полива абсолютно новый volvo xc90 не успела я вам сказать его настоящее имя комплектация t6 inscription полный привод вот такой красавчик знаете на картинках очень удачно его изобразили и даже в стоячем положении на стенде автосалона в женеве он выглядел монстром очень большой молотоподобный автомобиль наверное все таки в основном из-за вот этой решетки она похожа на стену из алюминия хорошая стилизация новый логотип volvo ориентирован теперь по разделительной полосе так делали раньше а живьем он оказывается довольно компактный заглядываем внутрь inscription это это во-первых красивая шведская кожа смотрите какие изящные кресла они тонкие если вы посмотрите сбоку на них смотрите какие они утонченный профиль и сделан он таким специально потому что здесь вживлены в каркас специальные сминаемые зоны деформации которые при перевороте автомобиля если такой случится берут на себя часть энергии удара volvo озадачилась тем что к 2020 году они обещали сделать автомобиль в котором выживут все то есть при любой аварии живых должны остаться все пассажиры автомобиля volvo пока таких громких обещаний на себя больше не брал никто таких громких обязательств вот такой у нас шикарный потолок панорамная стеклянная крыша в принципе в природе существует volvo xc 90 и в комплектации попроще но на российский рынок вы автомобиля дешевле 3 миллионов 169 тысяч заполучить пока не можете поэтому производитель старается вместо возможного тканевого салона добить не убавить деньги не убавить стоимости автомобиля а добавить в него опций volvo не было бы volvo ведь пока я не пристегну ремень он не дает мне делать никаких операций даже вот с панелью приборов вот а тут сразу получился доступ проекционный дисплей видите вот над капотом сейчас я могу выбрать яркость могу цвет выбрать ну я даже не знаю с чего с чего начать с этого дисплея или с этого дисплея этот интереснее потому что что-то подобное вы видели в автомобилях рейндж ровер ford monday o новый допустим cadillac escalade все предлагают вот такое решение компьютерный дисплей вместо панели приборов и сюда выводятся разные шкалы разная информация volvo все вся информация подается очень аскетично правильно четырежды а то и семь раз выверено что водителю нужно а что окажется для него лишним обвинить volvo в том что она снабжает вас лишней информацией вот с панели приборов да нет так же как и рулевое колесо как вы видите совершенно не перегружены кнопками здесь все самое необходимое этим вы можете листать меню это навигация по меню здесь круиз-контроль адаптивный круиз-контроль кнопки которыми вы задаете расстояние до впереди идущего автомобиля и пожалуй все подрулевые переключатели смотрите похоже на плавники с этой стороны если на них посмотреть плавник очень интересное решение они удобные функциональные опять же ничем не перегруженные никаких вам кнопок здесь все очень оригинально трин я запустил двигатель а вот это колесико это колесо которым вы можете выбирать режим работы адаптивные подвески у нас автомобиль с пневмоподвеской и вы можете вращая и нажимая вот это колесико выбирать режим эко экономичное вождение комфорт оффроад неровная дорога как вы видите здесь не обещают никаких вам жестких внедорожных приключений даймэмик высокие характеристики и индивидуальный чтобы вы могли вызвать режим индивидуал и там были действительно ваши настройки нужно во вкладке my car настроить индивидуальный режим вождения начиная с экрана вы можете усилие на рулевом рулевом колесе отстроить низкое среднее высокое но это я так понимаю чуть ли не спортивный должен быть отклик параметры силового агрегата влияет на крутящий момент ускорение динамический характеристики тормоза опять же динамические чтобы был резкий отклик ну хотя вот в таком виде я получаю практически то же самое что есть уже во вкладке даймэмик поэтому надо что-нибудь здесь изменить а попробую я комфортные комфортный отклик на нажатии педали акселератора динамические тормоза и высокое с сопротивлением на рулевом колесе управление подвеской комфортную подвеску сделаем о пневмоподвеска сразу сыграла чуть приподняла автомобиль климат-контроль эко старт-стоп вот такой будет мой индивидуальный volvo xc90 также можно отстроить освещение зеркала запирание электромеханический стояночный тормоз сиденья регулировка это можно регулировать пассажирского сиденья с места водителя я могу отсюда отрегулировать его положение прекрасно зачем непонятно но у нас все действительно шикарно кожа семь пассажирских мест правда на третий ряд сидений можно усесть только пассажиру рост которого не превышает 170 сантиметров здесь конечно же есть опционный бустер для подростков то есть вы можете посадить сюда какого-то молодого человека очень молодого для некоторых рынков делают раздельные два кресла на втором ряду ну они собственно и так отформованы как будто в них будет сидеть два человека далеко в общем-то друг от друга кнопка кнопка тут кнопок практически нет вот эти обогревательные кнопки и управление музыкальной системы по самому простейшему алгоритму а вот эта кнопочка она открывает бардачок бардачок кстати здоровенный обшитый бархатом и есть возможность его охлаждать вот отделочка смотрите какая здесь как будто сплетенные алюминиевые волокна вот эта деталь она как будто соткана из тончайших алюминиевых нитей смотрится очень круто а здесь лазером проделаны отверстия вот здесь где написано Bowers & Wilkins ну не обращайте внимание на эту надпись а вот отверстие это да и здесь тоже такой же изящный дуршлачок кожа при том что я небольшой любитель кожи такого оттенка но Volvo XC90 она смотрится действительно круто круто из-за того что она вот так здорово прошита прошита она настолько качественно и с любовью что смотрите шведы даже оставили здесь собственную метку нигде попало сделано ну и не икея это нисколько есть чем гордиться передняя панель ну казалось бы все очень просто но все очень к месту и по делу даже нет необходимости зашивать вот эту верхнюю часть в кожу и у меня даже мысли не возникло что мне не хватает здесь каких-то прострочек каких-то сложных узоров потому что когда вы садитесь в автомобиль вы первым делом попадаете глазом вот в эту панель опять я возвращаюсь к системе сенсус ну потому что она здесь самое главное и самая крутая ведь все интуитивно понятно те кто знаком с планшетниками управление здесь элементарные элементарные все необходимые кнопки получаются очень крупные вы не промахнетесь те которые отвечают за второстепенные функции такие к примеру как настройка звука ну к примеру как отстроить звук в автомобиле сымитировав концертный зал Гетеборга ну почему бы нет но это делается уже скорее не в движении а на стоянке вот это уже тонкие отстройки акустической системы Bowerl & Wilkins водитель все задние это опять же все относится к звуковой картинке телефон лучше тоже подключить на стоянке зато потом вы сможете в движении даже бросать короткие сообщения которые которые автомобиль вам предлагает в виде шаблонов ну типа не могу говорить перезвоню и так далее произнесите слово для поиска ресторан нет нет в списке нет в списке нет в списке какого типа адрес вы ищите ресторан ресторан русская охота повторите русская охота к сожалению совпадений нет можете назвать адрес точка интереса контакт или почтовый индекс а точка интереса назовите город а ну давайте да самара повторите самара выберите из списка ой смотрите что хотите указать улицу сендерн нет сендерн задан я конечно вернусь сюда потому что у меня задан адрес на московском шоссе в городе самара но сендерн мне не миновать явно хотя хотел всего лишь ресторан единственный один неповторимый разъем usb usb только для одного мобильного устройства регулировка громкости все простенько незатейливо но с хорошими такими ай мягенькими щелчочками они очень похожи щелчки по ощущению на вот эту насечку на шайбе крутилочки все казалось бы просто а не просто а приятно трехзонный климат-контроль и у задних пассажиров обратите внимание тоже свой сенсорный дисплей вы можете восстанавливать температуру для второго ряда сидений вот тут есть дефлекторы обдува автомобиль также дует вот отсюда там снизу есть розеточка то есть пассажиры второго ряда чувствовать себя тоже охваченными заботой кнопочки пуговки стеклоподъемников такой все несколько игрушечный в этой части но честно говоря здорово сочетается с вот этой металлической массивной ручкой второй ряд вольво xc90 я усаживаюсь сам за собой вот так мой рост под 190 сантиметров таким образом я сижу сам за собой ну где-то четыре пальца перед коленями много воздуха при том что здесь люк панорамная крыша но механизм нисколько не отъел полезного пространства у меня над головой много воздуха а с таким экраном телевизором еще и очень прикольная картинка получилась сейчас сосны шишки не падали оттуда третий пассажир вот сейчас в боевом положении находится опциональный бустер это на случай если третий пассажир у нас окажется подростком здесь такой простенький подлокотничек с весьма простеньким подстаканником сеточки опять же лазерной продырявленности лазером продырявленные полоски металла с логотипом балл рен вилкинс ручная тонировочка светодиодные фонарики для чтения ручки ручки с микролифтом ну и вот здесь третий ряд сидений на которые мне даже зариться смысла нет никакого потому что я слишком высокий для него сами производители говорят что на третьем ряду будет неплохо пассажиру чей рост не превышает 170 сантиметров то есть я уже в пролете предлагаю посмотреть багажник пятая дверь с электроприводом и багажник не велик да 571 литр под полом докатка можно сложить сиденье третьего ряда правда лучше это делать заранее если вам не нужна семиместная компоновка тогда багажник получается в общем очень даже неплохой аккуратно сделанный 12 вольтовая розеточка а здесь у нас управление пневмоподвеской вы можете опустить автомобиль для погрузки вот он приседает сейчас либо вернуть его в исходное положение крючочки крючочки которые выдерживают пять килограмм опять же светодиодная подсветочка смотрите какой слепень размером с воробья летает ну вот собственно вся экскурсия по багажнику надо пожалуй ехать но мешать пусть дело нужны или а раз с в в ну Продолжение следует...